Преподобный Исааки в миру Иван Иванович Антимонов родился в Курске 31 мая 1810 года в купеческой семье, которое пользовалось большим уважением горожан за безупречную честность и строгий христианский уклад жизни, милосердие к бедным и помощь городскому храму. Иван помогал отцу в купеческих делах, но мысль об уходе в монастырь не покидала благочестивого юношу. В 36 лет зрелым уже человеком оставил он отчий дом и поступил послушником в схит знаменитой Веденской Оптиной пустыни. Уклад строгого послушания всей братьи, старцам-духовникам, независимо от сана иерархического звания, отличал Оптину пустынь от других монастырей России. Послушник Иоанн вверен был Оптинскому старцу, преподобному Макарию, под духовным руководством которого и прошли годы его послушания, сначала на пасеке, затем в хлебопекарне и поваром в монастырской трапезной. Так же ревностно относился Иоанн и к развитию своего духовного мира, не давая себе повлажек ни в чем. Строго посещал монастырские богослужения, ограничивал себя в еде и отдыхе. Был скромен, избегал чистолюбивых мыслей и остерегался всякого возвышения. Лишь в качестве послушания своему духовному отцу, старцу Макарию, в 1854 году был он пострижен в мантию с наречением имени Исаакия. А всего через 8 лет за свой высокий нравственный облик и духовные дары преподобный Исаакий стал игуменом святой обители. В течение 30 с лишним лет ввел он монастырь. Его стараниями строились новые храмы и перестраивались старые. Произвелась новая роспись стен, была выстроена монастырская больница, книжная лавка, водопровод, свечной завод, воздвигли здания новой гостиницы для паломников, кои при Исаакии встречали в обители поистине отеческую заботу. Под мудрым управлением преподобного Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. Но главным для настоятеля были не столько хозяйственные заботы, сколько отечески строгое попечение об исполнении братьев монашеских послушаний и устава, при этом не делалось исключения и для себя. В повседневной жизни Исаакий ничем не выделялся среди братьев, одевался, как и все, на трапезу ходил вместе с иноками. Вместе со всеми стоял он в очереди к своему новому духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним с глубоким почтением, как простой послушник. И братью свою учил, нужно ходить к старцу для очищения совести. И ни одного дела сам не свершал без благословения на то преподобного Амвросия. Монастырское братье очень любило своего игумена, называя его в домашних беседах не иначе, как «дедушкой». Иноки верили в благодатную силу молитв своего наставника, и, поговорив в скорби с преподобным Исаакием, выходили от него утешенными и просветленными. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым дал последнее наставление. «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божью, в службе церковной, в молитве, ищите благ не земных, а небесных». Почила Господи преподобный Отец наш 4 сентября 1894 года. И сегодня, 4 сентября, почтим мы с глубоким уважением память преподобного Исаакия Оптинского. Редактор субтитров А.Семкин